Друг друга граните во все времена, живите в ладу и гармонии. Музыка их связала. Екатерина и Василий познакомились 13 лет назад на одном из концертов в ДК села Джигинки. Василий играл на гитаре в местной группе. Екатерина занималась вокалом и предложила ему поработать вместе. Так и начался их роман. После рождения первого совместного ребенка пара обвенчалась. Сейчас у них 8 детей. Трое старших уже разъехались по разным городам. По словам Екатерины, быть хранительницей очага такой большой семьи для нее награда и предназначение свыше. Я недавно своей маме сказала, я вспомнила, что ты мне на Новый год подарила с папой вместе такой интересный набор. Это была Барби, Кен и у них была просто куча детей. Куча, там кажется как раз было 3 или 4 девочки и куча мальчиков. Я говорю, вот так вот и спровоцировала во мне потенциально многодетную маму. Большую роль, конечно, сыграл супруг, потому что есть мужчины, с которыми надежно и с которыми не боишься рожать. Вот он относится к этим мужчинам, к категории этих мужчин, с которыми чувствуешь себя спокойно, за будущее. И не только за будущее, но и за настоящее. Почти все в этом доме сделано руками главы семейства. Книжные полки, шкафы, кровати, детский уголок с качелей и даже теплый пол. По профессии Василий авиатехник, однако это ему не мешает развиваться в творческом направлении. Он выступает на различных праздниках, обучает музыке детей. В этой семье делают ставку на всестороннее развитие. Мы очень часто ездим на море летом, куда мы ездим, ну иногда в горы, по паркам, зоопаркам, цирк, вот такой вот. Мы стараемся им дать то, что нам в детстве родители дали, то, что нам показали. Мы понимаем, что это здорово. Ну а сами вот своим примером. Мы не сидим без дела, их немножко так к себе. Потому что человек, который занят делами, никогда не бывает скучно, у него на глупости времени нет. Мое самое высокое достижение – это гран-при. Я его получила три года назад. И я вообще не ожидала, что так будет. Дочь Серафима рассказывает об одном из многочисленных достижений. Она играет на фортепиано, занимается вокалом и изучает несколько языков, один из которых – латынь. От старшей сестры не отстает и семилетний Федор. Музыку совмещает с занятиями под зюдо. С гордостью носит звание кадета. С удовольствием выступает вместе с родителями на концертах и творческих вечерах. Больше, что мне нравится, когда я выхожу на сцену, это то, что нам будут гордиться. Гордятся родители каждым своим ребенком и в каждого вкладывают максимум внимания и заботы. В этой семье не гонятся за модой и балуют детей больше не гаджетами, а любовью и лаской. Именно это, по мнению супругов, и является секретом счастливой и дружной семьи. Вот эти все бега, гонки, вот эти телефоны, оно немножко не вписывается в наш уклад. Вот нам, как в песне, маленький домик, русская печка, стол деревянный, лавка и свечка, да? И ребятишек в доме ораво. Вот оно, счастье, правда, забава. Вот это нам ближе. Однако в доме есть и компьютер, и интернет, но используют их лишь в образовательных целях. Свободное время здесь предпочитают проводить активно и на свежем воздухе. Как говорят юдины, много детей не бывает. И вполне возможно, что со временем семья будет еще расти. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион.